Аудиовизуальный переводчик переводит не слова, не предложения, даже не смысл. Чтобы понять, как говорят американские зэки и как говорят наши зэки, у меня какой вариант? Оказаться там, да. Срочно сесть или что? Какой у меня вариант, не дай бог? Где-то на пятнадцатом подобном хохоте вы понимаете, что ни одна из переведенных шуток для вас не смешна. У вас возникает ощущение, что то ли вы чего-то не понимаете, то ли у вас крадут эмоциональное... При этом перевод точен. Идеально точен, но он скучен. Но подкорректировать персонажа можно именно с помощью его речи? И как часто вы это делаете? Стоят два темнокожих дилера наркотиков посредине Бронкса, и один другого в переводе спрашивает следующее. Тебе ведь завезли немножко дури, не правда ли? Здравствуйте, вы смотрите программу «Гости Екатеринбурга». Наш сегодняшний собеседник Алексей Козуляев, основатель компании «Руфилмс» и школы аудиовизуального перевода. Поговорим о том, как не должны говорить американские наркодилеры, и что же все-таки мешает хорошему переводчику. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю сперва немного поиграть, быть может. Я понимаю, что ваша компания «Руфилмс» не переводит фильмы, которые мы видим в кинотеатрах, что это больше контент, который мы видим по телевизору, телевизионному экрану, сериалы, компьютерные игрушки. Но все-таки предлагаю вам поиграть, буду называть фильмы, которые были с оригинальным переводом, и вы, если знаете, можете говорить, как они выглядят у нас в русском прокате, или, может быть, как вы бы это перевели. Как вам такое предложение? Давайте попробуем. Это достаточно популярный фильм, если забить в гугл, все знают их название. «Неприкасаемые». Что это за фильмы, как перевели его, адаптировали к русскому рынку? Не помню. Российские названия фильмов я, к сожалению, не помню. Я вам расскажу одну историю. Мне иногда спрашивают, Алексей, скажите, пожалуйста, вы смотрите сериалы? Я говорю, нет. Почему? Потому что я их перевожу, и я их не могу больше смотреть. Я их уже посмотрел. Я их уже посмотрел, для меня это просто много. Когда я по работе вынужден переводить по фильму в день. Фильм в день? Ну, это в среднем фильм в день, фильм в два дня. Это норматив под закадровое озвучивание. Это тот норматив, который дают клиенты. Не под дубляж, конечно. Когда мы делаем фильм под дубляж, это неделя-две, потому что там надо уложить в губы. А так, это гонка, это патагонная совершенно машина, когда тебе дают 52 серии сериалов, которые ты и твои коллеги должны сделать за месяц. Надо отдать должное, что вы названия фильмов не переводите, вы не адаптируете. Это есть специальные маркетологи, которые занимаются... Именно так. Это вечный вопрос, который нам задают. Откуда берутся идиотские названия фильма? А берутся они оттуда, что на самом деле... Вот я много раз рассказывал эту историю, как вообще закупаются фильмы. У вас появился некий объем денег, и вы хотите выйти на рынок, купив некий объем фильмов. Вы отправляетесь в почтенное место, типа Канн, Шанхай, там еще куда-то, и покупаете там кучу листочков бумаги. Фильмов еще нет, они будут через год, два, шесть месяцев. А пока вам продают листочек бумаги с описанием этого фильма и его названием. Вы его покупаете, начинаете раскручивать, переводите название, потом фильм приходит или сериал, вы начинаете его смотреть и с совершенным остолбенением понимаете, что... Не то. А фильм-то уже все, он как бы у вас присутствует уже прошит во всех соцсетях и так далее, вам что, весь интернет переписывать? Естественно, отсюда берутся маркетингово обусловленные названия фильма. Дело в том, что фильмы, которые идут в кинотеатре, представляют у себя где-то 5-7% общего объема контента. Есть еще и другой контент. Есть контент, который мы смотрим, это образовательный контент. Это контент документальный. Сегодня огромное количество телеканалов, если вы увлекаетесь модой, вы посмотрите фэшн-ТВ, если вы увлекаетесь кухней, есть огромное количество кулинарных каналов, научные каналы и так далее. И все это кто-то переводит. Причем ситуация с переводом этого, в принципе, еще хуже, потому что там требуется помимо языковых знаний еще и специальное знание. Я не могу перевести какую-нибудь особую пуговичку, как эта штука и вот эта штука, так это не переводится. Я должен знать выточка, я должен знать манжета, крой и так далее. Если я говорю о фэшн-ТВ, я должен знать, как называются блюда. Это только американские фильмы или с экзотикой, с азиатским рынком вы тоже работаете? С азиатским рынком мы работаем по заказу авиакомпании Аэрофлот. Это наш крупнейший заказчик. Если вы полетите куда-то, где вам будет лететь больше четырех часов, перед вами будет стоять экранчик, на нем будет показываться контент, который вы... Инфлайт контент, так называемый, его весь практически готовим мы. И да, мы для них делаем большое количество китайского кино, индийского кино, корейского кино... На русский язык. На русский язык, совершенно верно. Но иногда мы говорим о том, что в отношении китайского кино существует так называемая стеклянная стена. Чтобы вы понимали, в Китае около 200 крупных каналов, которые готовы экспортировать свой контент, сериалы и так далее, и тому подобное. Я вот только этой весной был в Китае, и они рассказывали, что проблема в том, что в мире нет достаточного количества квалифицированных переводчиков с китайского языка, способных, например, уложить это в губы и вообще перевести это таким образом, что это можно интересно смотреть. Это называется феноменки стеклянной стены, то есть они готовы, мир готов это взять, но это некому переводить. То же самое, например, относится к немецкому кино. Сегодня на немецком направлении крайне мало переводчиков, которые в состоянии это делать. На латиноамериканском направлении они есть. Наличие, например, переводчиков, которые оказались способны переводить с русского, привело к потрясающему успеху смешариков. Привело к потрясающему успеху «Снежная королева», которая сделана была в воронежской студии «Визард». Воронежская студия оказала затраты на производство мультфильма, ну по типу Шрека они сделали 3D-мультфильм, «Снежная королева» 7 миллионов долларов, он продан в 113 стран мира, и вы про него практически не знаете. Ребята просто сразу сделали ставку на перевод и на экспорт. То есть переводчики тоже сделали свое дело? Да. 42 миллиона долларов сборы вне пределов Российской Федерации. В России он не шел. Просто потому, что они бизнес-стратегию это не закладывали. Аудиовизуальный переводчик переводит не слова, не предложения. Смыслы? Даже не смысл, он переводит сюжет. То есть, понимаете, он переводит эмоциональное воздействие фильма на зрителя. Ну, давайте возьмем пример. Вы, вот здесь комедия, американская комедия, и американцы любят считать, сколько было шуток в этой комедии. Вот мы смотрим, 300 шуток на полуторачасовой фильм. Отлично, все смеются, американский зритель выходит из зала в полном восторге, заливаясь просто слезами от счастья. Начинаем смотреть наш фильм и обнаруживаем, а еще американцы любят хохот ставить на это, ха-ха-ха, вот этот вот на заднем плане. Где-то на 15-м подобном хохоте вы понимаете, что ни одна из переведенных шуток для вас не смешна. У вас возникает ощущение, что то ли вы чего-то не понимаете, то ли у вас крадут эмоциональное... При этом перевод точен, идеально точен, но он скучен. Вот это и есть тот подход, который нужно изменять в людях. То есть это должно быть, если это хоррор, то за хоррор отвечает не только показавший нам какой-то ужас режиссер, но и автор сценария, который какие-то жуткие аллюзии, импликации туда вот, какие-то отсылки жуткие дал, которые у людей прямо мороз по коже. Вы обязаны это все передать. Человек должен испугаться столько же раз, сколько испугался его американский... И сделать это с помощью языка. И сделать это в том числе с помощью языка. В основном с помощью языка. Но подкорректировать персонажа можно именно с помощью его речи? И как часто вы это делаете? Подкорректировать в каком плане? Дело в том, что подкорректировать его можно, ну скажем так... Есть такая, например, вещь, что вы слышали настоящий голос Джона Травольте? Не доводилось. Ну, если вы посмотрите в оригинале, человек с таким голосом в русском языке не может обладать... Для русского зрителя не может обладать такой внешностью. Он секс-символ. У него высокий голос. У него очень высокий голос. В русском языке подкорректировали восприятие. И в русском языке Мерлин Монро говорит голосом с хрипотцой. А если вы помните, у нее довольно писклявый голос в оригинале. То же самое Джон Травольте с его высоким, немножко таким хрипловатым, почти дискантом. Вдруг неожиданно говорит красивым баритоном. Это есть то, что делают наши друзья-актеры. И, соответственно, вот под эту манеру подачи мы немножечко корректируем текст. И не может меняться целевая аудитория. Мы учим людей подбирать и изучать тот язык, на котором говорят их потенциальные зрители. Что имеется в виду? Смотрите, я автор, допустим, и вдруг ко мне пришел фильм про тюрьму американскую. Чтобы понять, как говорят американские зэки и как говорят наши зэки. У меня какой вариант? Оказаться там, да. Срочно сесть или что? Какой у меня вариант, не дай бог. Или вот про дальнобойщиков. Бежать на стоянку, мужики, поговорить, а я послушаю, я позаписываю за вами. Нет. Мы постоянно наблюдаем за актуальным русским языком. Детским. Все разновидности русского языка для нас очень интересны. Я постоянно работаю с языком, на котором говорят на форумах, допустим, на различных. Потому что это современный русский язык, это актуальный русский язык. Мы постоянно обобщаем это. И каждый из нас имеет профессиональных переводчиков. Это то, о чем я говорю в своих лекциях, о чем говорят мои коллеги-преподаватели. Маленькую черную или зеленую книжечку, куда мы записываем каждый день хотя бы одну-две, ну как бы это сказать, фразы, шутки и так далее. Это особенно полезно при переводе комедии. Вот вам пришла комедия, 300 шуток перевести нереально. Даже если вы вот прямо юморист по жизни, это все равно нереально. И вот тут приходит на помощь ваша записная книжка. Вы просто смотрите и даете зрителю услышать тот язык, которым говорит та улица, вот которая, ну как бы это сказать, с которой он сталкивается каждый день. Это вызывает у зрителя потрясающий восторг. Потому что он как бы видит самого себя в зеркале этого фильма, языка этого фильма. Он становится ему ближе просто. Он становится ближе. Тут главное не... Вот тут этот вопрос уже таланта. Не перейти грань. То есть, чтобы у нас британский лорд не начал, я видел такой случай, опершись на печь, неожиданно напевает песню «Валенки, вы валенки, неподшиты старенькие». Я позвонил переводчику, говорю, откуда взялись эти валенки. Он мне говорит, послушай, ну там шотландская старая песня. Я решил... Я говорю, стоп, стоп, стоп. Вот это уже, извините, доместикация излишняя... Это называется процесс доместикации. То есть, когда слишком уж в русскую культуру вы этого лорда перенесли. Этого делать нельзя. Вот мой любимый перевод в этом плане, любимый пример. Стоят два темнокожих дилера наркотиков посредине Бронкса, и один другого, значит, в переводе спрашивает следующее. Тебе ведь завезли немножко дури, не правда ли? Вот это «не правда ли» в русском языке является принадлежностью очень образованного слоя населения. Так называемые «tag questions» в русском языке употребляются только определенной группой населения. У них, естественно, это тебе привезли наркотики, да? Ну, хотя бы вот так. Ну, вот это вот. То есть там совершенно... Это значит, переводчик не отработал ту, язык той социальной группы, с которую он переводит. Но самые сложные аналогии вот в этом плане, чтобы перенести на нашу русскую культуру, что сложнее всего? Наиболее сложным являются две вещи. Это абсценная лексика. Вот с ней вечный спор, нужно ли ругаться матом в фильме, ну, матом или вообще что делать с лексикой, так называемой абсценной, табуированной и так далее. Ее сейчас запретили законодательно, но что делать с этой лексикой? Понимаете, сегодня появляется огромное количество переводов в интернете, типа честные переводы, когда герои говорят на языке, медики это называют капрололия, когда язык замусорен матерными словами. И говорят, что это честный перевод, он правильный. Но это не так. Дело в том, что в русском языке и в английском языке тот же самый мат, абсценная лексика выполняют две разных функции. Это тоже надо знать. Это очень сложный момент, потому что постоянно возникает вот этот вопрос. И, конечно, передача культурных реалий, потому что мне тут надо очень четко выбирать. Как правило, нам ставится задача обеспечить зрителю приятный и беспрепятственный просмотр фильма, будь то субтитры или дубляж. Зритель не должен напарываться на... Извините, в комнату вошел человек ростом 6 футов 6 дюймов. Какие 6 дюймов? 196. Ему нужно представить, сколько это, да? Да, сколько это. И так далее. Что ему на ногу упала гиря 18 фунтов. Что там с ногой? Что вот трупы разбросаны по всей дороге, потому что они врезались в дерево на скорости 50. Чего 50? Миль в час? Милые совершенно прелести. Это, например, размер женского нижнего белья и размер обуви. И также размер калибров. То есть, когда главный полицейский расстреливают из 45-ок этого самого бедного преступника, ну, 45-ка в русском языке это 45 миллиметров, это пушечка, там, по району выносится. А в английском варианте это всего лишь коль. Ну, это 9 миллиметров. Нет, это не 9, 45-ка чуть больше, это все-таки пулемет, это 11-2. Так вот, вот этих вещей быть не должно. Но перевод – это всегда компромисс. Приходится чем-то жертвовать, если мы говорим про адаптацию, чтобы человеку было понятно с другой стороны экрана. Чем чаще всего приходится жертвовать? В случае дубляжа жертвовать приходится чем только не приходится жертвовать, потому что основная задача у вас – попасть в губы. В случае закадра обычно приходится жертвовать, ну, скажем так, такими вещами, как иногда говорят, что закадровый и субтитровочный перевод немного жесткий. То есть там нет вот этой вот избыточной русской, привычной русскому зрителю. Я бы к вам бы зашел бы, три раза употребить «бы» в одной фразе. Для русского это вполне нормально. Для русского очень жестким является перевод для закадра. То есть, приходится сушить фразу, чтобы она уместилась вот в эти вот… Допустим, если она звучит минуту… Она должна звучать минуту. Она должна звучать минуту. Я не могу позвонить в небесную канцелярию и сказать, «Господи, приречь мне еще 20 секунд, потому что у меня не помещается». А вы следите, как русские фильмы переводят на Запад или в Америку? Смотрите, мы не только это делаем. Мы, например, сотрудничаем с телекомпанией «Среда». Это Александр Евгеньевич Цикало. Они сейчас делают большое количество сериалов для Нетфликса. Мы их переводим для них субтитры, делаем для них субтитры для глухих. Мы сейчас подписали договор об производстве так называемой аудиодескрипции. Это для незрячих. Это тоже часть аудиовизуального перевода, кстати. Незрячие и слабовидящие зрители. Для них фильм описывается. У нас мы являемся лидерами в этом секторе рынка, скажем так. И мы делаем это, в том числе, на зарубежную аудиторию. Вам реже задают вопрос, почему так плохо переведены фильмы на русском рынке? Да, этот вопрос задается сегодня значительно реже, потому что, скажем так, во-первых, наши практики, коллеги, поехали на зарубежные конференции. То есть, например, перевод игр тоже относится к аудиовизуальному переводу. И я рад, что на игровых конференциях, на геймконах появляется все больше наших. Именно с теоретическими докладами. То есть, практики начинают интересоваться теорией. То есть, сегодня, буквально, наверное, года три эта тенденция взаимного, что называется, понимания началась. Я очень рад, что это происходит, потому что это приводит к резкому снижению количества негативных отзывов.